Часто говорят, что женщины хотят секса меньше, чем мужчины. Ну, во-первых, это не так, а во-вторых, многим девушкам мало одного мужчины. Да, действительно, сегодня многие девушки по разным причинам готовы и открыты к сексу втроем. Более того, последние исследования в области сексологии показали, что фантазия о сексе втроем самая распространенная не только у мужчин, но и среди женщин. Так, более 70% мужчин не могут избавиться от идеи оказаться одновременно в объятиях двух прекрасных дам. Что же касается девушек, то здесь каждая третья примеряет на себя роль то здесь, то здесь. И чаще всего эту фантазию притворяют в жизнь уже сформированные пары по разным причинам. Как правило, для того, чтобы оживить свою сексуальную жизнь, уже, так скажем, утративших на визну и былую страсть отношения. И надо сказать, что эти пары, которые отваживаются на подобные эксперименты, не всегда получают то удовольствие, ради которого, собственно, они все это затеяли. Поэтому, если в каком-то там ближайшем будущем и вы намереваетесь разнообразить свою жизнь таким же образом, то советую вам прислушаться к следующим советам. Первое. Определитесь. Определитесь, действительно ли это нужно вам, или это всего лишь прихоть вашего партнера, а вы исполняете ее только потому, что боитесь его потерять. То есть, из чувства страха. Да, действительно, любимый человек может пойти на большие уступки ради своего партнера, но поверьте, это не тот случай, когда нужно так действовать. Не обманывайте себя. Прислушайтесь к своим вот истинным чувствам и желаниям. Представьте себе эту картину в мыслях и почувствуйте, что вы испытываете при этом. Если легкое возбуждение, интерес, то почему бы и нет? Но если вы все-таки чувствуете ревность, тревогу, тогда советую вам повременить с этой идеей. Второе. Где искать партнера? Сексологи рекомендуют исключить из этого списка любых знакомых и друзей. Это должен быть совершенно незнакомый вам человек, с которым у вас не будет никакой потом обязанности и вообще необходимости общаться в будущем. К тому же, согласитесь, такие вещи хочется оставить в тайне, а не делиться ими со всеми знакомыми и родственниками. Поэтому, к счастью, есть огромное количество дейтинг-приложений, в которых вы можете найти огромное количество людей, которые находятся в поисках различных отношений и опытов. Именно здесь вы можете найти тех, кто хочет того же, чего хотите и вы. И помните, когда-то я вам рассказывала уже о таком приложении, как Pure. Так вот, именно здесь приложение Pure окажется для вас очень ценным ресурсом. Здесь множество симпатичных мужчин и девушек, готовых к сексуальным приключениям прямо сейчас. Вам нужно лишь лайкнуть десяток понравившихся вам парней и девушек. Тем, кто лайкнул вас в ответ, предлагайте секс с вами втроем. И ждите реакции. Конечно, не каждый согласится и, возможно, даже кого-то это отпугнет. Но, во-первых, вы не обязаны следовать чьим-то ожиданиям. И помните, что вы делаете это исключительно ради собственного желания. И, в конце концов, после недолгих поисков, я уверена, вы найдете то, что вы ищете. В общем, приложение Pure достаточно быстро поможет вам найти партнера для секса втроем. И это останется вашей маленькой тайной. Третье. Заранее обсудите с партнером, каким образом все будет происходить. Поздно о таком будет думать, когда вы окажетесь в постели. Оговорите все правила поведения. Что можно, что нельзя. Против чего вы выступаете категорически и за что вы двумя руками за. В общем, продумайте все мелочи. Как правило, запрет ложится на поцелуй. Поэтому не забудьте это тоже обсудить. И обязательно придумайте какие-то условные знаки, которые помогут вам понимать друг друга в процессе, видеть, что что-то вам нравится, что-то нужно продолжать. И обязательно у вас должен быть какой-то условный знак, если один из партнеров захочет немедленно все прекратить. Потому что третий человек, которого вы пригласили, не вещь. И вы должны учитывать, что и у него есть свои чувства и эмоции. И обязательно поговорите с партнером о том, какого поведения вы ждете от него после того, как все закончится и третий человек уйдет. Четвертый совет. Помните, что супружеская постель не место для секса втроем. Поэтому постарайтесь придумать что-то поинтереснее. Не знаю, поезжайте в отель, организуйте пикник за городом. Но не тащите третьего человека к себе домой. Потому что пространство, оно помнит третьего. И уже в следующий раз третий будет лишним. Ну и пятый совет. Пожалуй, секс втроем всегда должен быть защищенным. Но у меня для вас напоследок вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, секс втроем и любовь совместимы? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео. Ну а ссылка на приложение Pure, как обычно, вы найдете ее в описании под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Жду от вас лайков. Мне это очень приятно. Пишите, если хотите, еще больше видео на пикантные темы. И до новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok